Ручки ровненько, дощечка лежит, все пальчики раздвинуты. Продолжаем. Пина ровно, прогнули спину назад. А вот я как раз сейчас, вот вы вдвоем, Елена и Марина останутся, вы подойдете, посмотрите со стороны, а давайте так, стоите пока. Вот с этой стороны подходите, вам будет видно, и развернитесь сюда лицом, мы на Елене, вот сюда немножко, о, все, самое главное, как начинаем выстроить столбы, мы выносим руки перед собой, неважно какое положение, и автоматически плечи немножко завалят. Посмотрите со стороны, вам кажется, что вы стоите с прямой стеной. Вам видно? Да. Теперь делаем так, я чуть-чуть подправляю вертикально, вес я вертикально поставил, а Елене будет казаться, что я наклонил ее вперед. Колени, да? Нет, колени чуть-чуть согнуты, еще-еще можно, не, выпрямить можно, вот чуть-чуть, еле-еле согнуты. Вот, вы стоите сейчас прямо, ваши ощущения какие, прямо вы или нет? Нет, немножко туда включится. Вот, понимаете? То есть, надо немножко не даже такую сделать перепрошивку, что ли. Вот одна из задач. Я хотела спросить, вы когда ставите меня, кто-то очень сильно увлекает? Надо учиться в этом положении расслаблять. Вот, смотрите, пока мы стоим, вот сами сейчас попробуйте подправить, я тоже подправлю. Давайте чуть-чуть сюда снова возвращайтесь, будет видно как раз. Класс. Сейчас я вас подправлю, сейчас я вас подправлю. Смотрите, колени чуть-чуть больше выпрямляем, вот, и макушку подвешиваем, еще не подвешиваем. У вас, кстати, более-менее, она более-менее. Получается, что пока продолжаем стоять и запоминать течение, отпускать напряжение, да, могут возникнуть за счет того, что мы выравниваемся, здесь могут возникнуть напряжение, ну, подышите, попробуйте отпустить. Получается, что в обычной жизни все, что мы делаем руками, там, переносим, мы автоматически отклоняем назад, да? То есть, мы вынесли руки и автоматически отклонились назад. Получается, у нас постоянно, чтобы мы не делали впереди руками, будет перегружена поясница, будет изнашиваться. Нам нужно научиться, что с вынесенным вперед руками, делаем мы что-то, мы потом будем делать движения, бытовые ситуации, наливаем там чай и прочее, чтобы сохранять прямую спину. Для этого нужно научиться вот здесь такую сборочку делать. Именно вот за счет сборочки вот это, возможно, напряжение идет. Вот. И второе, сейчас, что у вас заметил, это слишком сильно согнутые колени. Когда я смотрел японские источники стиля Ицуань, и там колени были чуть больше согнуты. Вот. Когда я начал смотреть китайских мастеров и поехал в Китай, я увидел, что там под штанами почти не видно, что они согнуты. Чуть-чуть открыты, не надо садиться. Спокойно. Вот. И еще одно важное требование. Макушка подвешена. Потому что сейчас вы немножко вот так вот валились. А когда я подвешу макушку, она тянется, как деревья, травинка растения. Ого. Но без напряжения. Еще раз сравнится. И вот такая. Она не такая заметная, но если присмотреться, вы видите. Хорошая осанка. И здесь вот мы бедра назад отводим, как будто я хочу присесть на краешек стола. Вот такой. Ну, высокий такой стол. И стул высокий. И вот сюда подвигаюсь. Вот это наша первая задача. Сейчас хорошо. Сейчас хорошо. Сейчас мы подправили. Колени чуть больше выпрямить. Еще. Да. Да. Еще. Вот. Это тоже прямые совсем. Они. И колени чуть. Называется открыть суставы. Открыть это вот незаметно. Вот совсем прямые, закрытые. Это не удобно и не естественно. Достаточно чуть открыто. То есть, у нас не стоит задача на согнутых ногах. Позиция должна быть естественная. Вы же в обычной жизни, когда подошли что-то делаете, не становитесь на согнутых ногах. Правильно? Вот обычно мы стоим, разговариваем. Суставы естественным образом, они чуть открыты. Потому что полностью их выпрямить ноги, это не естественно. Вот этого и достаточно. То есть, стол достаточно такая естественная вещь. Не надо специально что-то такое делать. Естественная позиция удобная. Просто вынесли руки. Тибао и Джуан делали? Да. Вот. Не устают руки в этом положении? Если устали, вот переходите. Как и прочее? Немножко. Немножко. Давайте Тибао снова вернемся. Это более для вас стол удобно. Но спину сейчас проконтролируйте. Вот. А вы пока любуетесь на вот эту необычную позицию Анатолия. Анатолий. Похуху Джуан. Стой. Я сам наблюдал еще раз внимательно. Похуху Джуан. Я бы разное время немножко по-разному делал. И пришел к выводу, что все-таки когда такая длина стоп, вот эта стопа все-таки где-то по 90 может все-таки уходить. Единственное, что надо постараться сместить весь тело, чтобы колено примерно на стопой было. И в этом положении, ну самое, пожалуй, трудное, вот насколько возможно довернуться в сторону. Вот. Ну уже сложно. Уже сложнее. Сразу это. Сразу это. То есть я, с одной стороны, вот по столбу Фуху Джуан потом тоже объясню, это более сложный столб, ему по программе надо Анатолия. Пытался сделать все-таки внутрь, чтобы вот это закрытое было. Но вот это положение все-таки оно не дает полного ощущения правильности. И приглядываясь к исполнению, я заметил все-таки, когда достаточно длинное положение, то стопа по 90. Если не высоко делать, да, закрыть можно. Но чем дальше мы становимся, тем сложнее вот сюда доворачивать. Поэтому примерное соотношение, да, 90. И смотреть, чтобы колено, да, недалеко выходило за суставы. И сможешь чуть-чуть довернуться еще. О, отлично. Вот. И тебе задание. Расслабься еще немножко. Вот, когда примешь положение. Выдох. Да, верхнюю часть тела расслабить, потому что непроизвольно напряжение напряжение снизу дает и напряжение вверх. И потихонечку, чередуя расслабление, вот это делаем. Отлично. Необычные девочки такие, да? А? Необычные, не вяжут. Не вяжут. Анатолий, а вот тут? Нога тоже работает. Какой-то стоит? Да, конечно. Открытие. Как будто разрываешь. Крыбе тигры, да? Да, да, да. Ну, это правление. Анатолий, они со стеками. Ну, еще одну правочку Анатолий придется сделать. Не отпускает он. Не остановись. И потом к вам. Смотри. Все очень просто. По Ху Джуан, это удлиненная позиция Ху Нюан Джуан по-простому. Поэтому все вот эти наши три базовые пружинки, они здесь задействованы. Я ответил на вопрос? Все. Просто более длинная позиция и другое положение рук. Задача расшевелить их, подвигать. Дополнительно Ху Джуан появляется у нас еще вот влево-право можно. Вот здесь интересно такое работает. О! За счет вот таких усилий. Он дернулся тигр в одну сторону, а мы в другую. Сюда-сюда. Вот такие. Чередуешь Фу Ху Джуан с любым столбом Ян Шэн немножко. И расслабляем. Да. И потом и кшелеста будет. Почему мы начинаем с простых столбов? Здесь вся база основа заложена. Если мы поймем суть практики в этих простых позициях, потом будет и Сян Лун. Уже понятно, добавятся какие-то детали, положение тела изменится. Но главная составляющая мы разберемся. И так еще раз колени чуть-чуть выпрямим. Вот естественное положение. Специально смотрел по книжкам. И вот они стоят в штанах и не видно то ли прямые ноги, то ли судно. Но это естественное положение. Да, да. Поэтому не надо специально вот остановиться. Японцы, японская ветка Ицуань, там они учились. Но общаясь с мастерами по Ицуань, я не раз слышал, что им дозированно давали не всю информацию. И в итоге им разрешили раззывать. Есть такой мастер, который Тайкитэн, японская ветка, пошел раззывать. Ему сказали, ты называй это по-другому. Тайкитэн и Ицуань, и это уже будет твой авторский стиль. Который как двоюродный брат Ицуань. И поэтому у них вот это изменение. Я когда начал стоять, а там еще тенденция такая, что они немножко стопы внутрь поворачивали. И когда я немного по этой традиции стоял, я чувствовал, что колени начинают болеть. Встречаясь с людьми, которые 2-3 года, поэтому занимались по этим, в Китай не ездили, у них проблемы с коленами. Если внутрь. Да, да. Если внутрь, еще сгибать вот так колени и долго стоять. часами. И нет понимания некоторых деталей. Вот. Вот такие важные детали проговорил. Итак, возвращаемся к нашему столбу. А стопы просто параллельно? Параллельно. Параллельно, но при этом внутреннее небольшое усилие носков чуть-чуть внутрь. Мы их не разворачиваем, но вот ощущение. Представьте, что вы между коленями придерживаете шаростной бумаги. Вот. И поэтому небольшое внимание на внутренний параллельно чёдер, оно дает ощущение, что мы так держим. Только потеряю внимание, шар упадет. Вот такое. Один шар мы держим перед собой. Он касается груди, живота, легкий, воздушный. Макушка тянется вверх. Благодаря желаю оборожжения лица. Как видите? Вот. И теперь мы перейдем к работе с усилием. По положению поясницы в наших столбах. Макушка тянется. Она выпрямлена. Более того, она немножко вот такая округлая становится. Положите ладони на поясницу сейчас. И вот такая. Вот она. Немножко вот такая округлая становится. Линия лопаток тоже почувствуете. Вот. А округлая не вот такая, а вот. Важные моменты. Поясница и линия лопаток. Мама Андрея говорила, что можно лопатки, да? Да, да. Можно так, да. Вот. Вот. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Вот. Открыто называется. И линия лопаток тоже открыто. На лопатки положите ладонь. То есть не такая. А вот. Немножко скреплена. Ну да. Условно как черепа. Но не надо специально заворачиваться так сильно. Отважное оставляющее. И для этого колени, собственно, не надо сильно сгибать. Надо научиться просто вот такое. Посмотрите. Сейчас покажу, как я собираю стол. Вот с этим положением рукой просто. Раз. Вот обычно стоял. О! Небольшое движение. Все я собрал. И у меня спина прямо. Даже если вот здесь у меня не будет такого завала. И одновременно я открываю поясницу и линию лопатку. Сейчас уже получше. Нужно. И вот теперь мы начинаем работу с усилиями. Представляем, что стоим по одея примерно по плечи. Вода поталкивает то спереди. Не хотела. Еще до конца дошла уже сзади волна. Нашла туда. Спереди, сзади. Вы делаете небольшое встречное усилие, чтобы сохранить тронвесие. Но не надо вот так вот специально так шататься. Это больше мысленные. Вот сзади поталки. Чуть-чуть. Я с стопами чуть сместился. Уже спереди. Чуть-чуть сюда. То есть там один, два, максимум три сантиметра. Больше это мыслеобраз, как мы делаем движение, а не внешнее. Но маленькое микродвижение, можно заметить. Попробуйте. Это вот мы усилием направление назад и перед. А можно еще про ширину? Вот стоп. Примерно ширина плеч. Я иногда чуть-чуть шире вставлю. Просто я смотрю, вы шире вставили, поэтому я спросил. Да. Ну это моя индивидуальная такая. Вам должно быть удобно. Это чувствую. Здесь я больше силы. Так комфортно, удобно. Вот я поуже поставил. Ну не чувствую. Поэтому это, говорится, условно ширину отвлечь, но не надо пытаться дословно. Как удобно. Вам тоже так удобно, да? Нет, я встала под вас. А встаньте как вам удобнее. Удобно? Я могу и так вставать. Поищите. Вам удобно? Мне кажется, шире мне удобно. Ну на сколько? Давайте посмотрим. Пощупайте, поищите. Это у меня шире, я уже стоял. А, уже стоит. Хорошо? Кто знает. Как обычно в Китае говорят, вот если человек либо проходит, кажется, что люди просто вот так присмотрелся. Не, вроде чуть-чуть там вроде бы не видится. Вот как тоже листья вот здесь сзади вас, да? Вы знаете, что листья никуда не довезешь стоят. Ну так посмотрите, они немножко шевелятся. Ну покажу. Вот чем выше уровень, тем меньше движение заметно. Но тем не менее, даже на высоком уровне я могу начать чуть больше, потом уменьшим. Примерно так вот для вас показываю, как можно вам на вашем этапе делать. Так, немножко назад усилие дал, немножко вперед. Чуть-чуть назад, чуть вперед. За счет того, что макушка подвешена, у меня все тело как единое целое начинает проходить движение. Назад, вперед. Чуть-чуть назад. Вот вы видите? Это движение. Ну если назад может быть что-то, да. А вот вперед вообще не движение. Ну вот это на грани примерно того, то ли есть, то ли нет. Вот. Но на начальном, чтобы прочувствовать, что центр любви, вы можете чуть поводше. Главное, чтобы это не было раскачивание верхней части тела, а все тело одновременно. Сейчас покажу более заметно. Чуть-чуть назад. Чуть-чуть вперед. И стопами чувствую, как центр тяж тепла вы. Где станок еще до конца не дошел, уже хочется вперед. Чуть-чуть ближе к пяткам, центр, чуть ближе к носкам. Сейчас чуть заметнее. Ну вот где-то вот в таком положении. Виктор, еще вот про залипание. Вы вот это движение имеете в виду, да? Залипание. Или вот так просто надо липать? Сейчас. Спасибо. Может, тебя нужно.